В чем я одет? Ну, в чем я одет? Ну, в чем я одет? А вы не знали? Да, я родился в Советском Союзе. Это было лучшее удовольствие. В Советском Союзе все было красиво и ровно. Не было много чего, которое, в принципе, сейчас и не нужно, но было качество. Я думал, что жизнь будет немножко другой. Вы думаете, что я начал заниматься телевидением, потому что это-то случилось, что я всю жизнь собирался заниматься телевидением? Да нет, конечно, бред, это все. Если бы в Советском Союзе не развалился, ну, я бы, конечно, рано или поздно, после окончания горного института, я бы пошел бы, естественно, и продолжил бы обучение. В связи с тем, что я окончил уже институт, я мог спокойненько поступать без экзаменов, знаете, куда? В военную академию. Да-да-да-да-да, я сейчас только про это вспомнил. Потому что в институте наступила очень хорошая статейка. В 91-м году, к сожалению, Советский Союз развалился, но моя история осталась. И это не только моя история, это история моего существования. И я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Кто написал? Александр Сергеевич Пушкин. Правда, еще одну фразу он также написал, и она была бы очевидным, невероятным. Не помните, да? А зря. Сейчас я постараюсь вспомнить в оконсовке. Я только-только вспомнил, сейчас вспомню. Да. Это был человек, который не имел к русской нации прямого отношения, потому что он был кем? Он был внуком араба Петра Великого. То есть Петр Великий взял себе араба. И от него появился самый замечательный, чисто русский человек, Александр Сергеевич Пушкин. Ну да ладно. То есть я еще помню то, что мне давала жизнь моя. Это вспомнилось. Это было очень даже хорошо. И самая забавная ситуация. Мне сейчас начинает спирать, что компьютеров у вас бы не было. Я сейчас немножко вам объясню, что компьютеры в моей личной жизни появились в 90-м году. После того, как я пришел к Виталику Коркину и сказал, Виталик, а давай поиграем на этот... На чем вы решили поиграть? Тогда еще калькуляторы такие были. Электроника 62 у меня был, а у него электроника 56. Вот такая штука была. И все это дело расписывалось, где... Да-да-да-да-да-да... В журнале под названием... Какой журнал был у нас? Юный... Нет, не юный техник. Юный техник работал, а моделист-конструктор. Вот туда. Или наоборот, не помню, о чем идет речь, но из той же оперы. А я к нему пришел, он говорит, а у меня другой компьютер. Он вытащил ZX Spectrum. Ну дальше понеслось по самые кривые помидоры, естественно, я его купил. То есть мы не будем говорить, мы не будем говорить, не надо нам говорить, что с компьютером у нас все было сложности. Да нет, все было нормально и ровно. К слову о том, что я в этом же году примерно купил себе замечательную аппаратуру. Эстония 0,10. Она до сих пор у меня есть, мы сделали звук просто безумный, реально безумный звук. То есть не надо мне говорить, что в Советском Союзе было все плохо. Теперь другой вопрос, что в Советском Союзе было красиво и ровно. Вау, о чем мы говорим? Советский Союз, да? То есть мы пришли спокойненько в магазин, взяли себе качественного молока, который через два дня, если мы его не положили в холодильник, он стал простоквашей. Что, сейчас такого нету? Да ты чего? Ну, договоримся. Другая тема, весьма интересная. Магнитогорск всегда славился колбасами. У нас очень хороший цех был, вот такой, изумительный, да? А сейчас зайдите в колбаски и посмотрите, что вам туда добавляют. То есть все добавляют, от и до. Мало того, добавляют еще и хлеб. О, это я про фарш вам буду говорить. Отличный вариант, просто безупречный вариант. Окей. Вы хотели что-то, ну, так, немножко подработать, чтобы отдохнуть. Сегодня, сейчас в магазинах нету ничего, я имею в виду ничего, из крепких алкогольных напитков. И все, и вы приехали. Вы собирались в этой стране жить? Да вы что? Вы собирались брать ипотеку на сумму квартиры, 7 миллионов рублей, и когда вы будете выплачивать, и это возможно, вы и сдохнете. Потому что то, что сейчас случилось, это вообще удивительное ощущение, и непередаваемое ощущение, когда у нас большая часть людей после 50 годков, ну, я имею в виду мужиков уже на кладбище. Да-да-да-да-да, клево. Я просто обалдею. В свое-то время был такой товарищ под названием Иосиф Виссарионович Сталин, который так и сказал, что в этом дивном государстве человек должен уйти, уйти на пенсию, естественно, 50 лет, потому что жесткие колебания температуры, минус 40, да плюс 40, это вообще, это реальная жопа. Как я люблю вот эту дивную камеру, которая мне так очень сильно нравится, потому что у нее видоискатель сюда поворачивается, и это мне реально нравится, по сути, событий. Теперь другой вариант, да, вот те, кто хотят выпить хороший, качественный алкоголь. Да-да-да, я только что про него прошел, да? То есть, как бы тебе сказать, вообще у нас не существует событийности, за исключением одной конторы, которая начинает продавать то, что последний завод и остался, русскую и посольскую водку, потому что, видишь, нас немножко колбасанули, они не могут все это дело работать в этих дьюти-фри, поэтому все-таки пятерочка это вот для них. Ну, это я имею в виду по-качественную водку. Ну, с пивом там вообще сложности, как и с вином. Но возникает маленький, интересный, грамотный вопрос. В свое время в Магнитогорске, в Магнитогорске, не понимаете, да, возвращаемся в Советский Союз, пиво было весьма, ну, такое сложненькое, потому что, понимаете, что у нас вода не совсем предрасположена, потому что мы далеко от гор находимся, да, ведь? Как правило, мы брали воду из-под крана, естественно. А что потом получалось? А потом получалось, ну, ай-яй-яй. Другая более-менее контора, которая находилась в Советском Союзе, была еще в Верхнеуральске. Это тема потом, а еще в Белорецке была. Ну, она тишь-то, горная вода была, не совсем то, что должно быть. А вот человек, который все это дело прозондировал, он сказал, что в Белорецке должно быть то, что было. И в свое-то время мы наносились. То есть, когда прием появилась Верхнеуральская, оно скупалось мгновенно. М-г-г-ан-а-в-ен-но. Просто его сразу, оно испарялось. Да, господа мои, это было, 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 было. Но давайте все-таки переговорим о сути событий. Суть событий была немножко другая. Суть событий пришла к тому, что тот Верхневуральский пивоваренный завод развалился. И самая забавная ситуация, вы можете здесь посмотреть, ну, лучше прийти в троечку и посмотреть, как Верхневуральский завод развалился по самые кривые помидоры. Он развалился по самые кривые помидоры. И за 10 лет вы его просто разобрали. Я люблю эту страну, потому что она не понимает, о чем идет речь. И, как бы вам сказать, мне это вообще не нравится, естественно. Но, 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 но. В Магнитогорске появился тот человек, который сказал, ребята, хватит вам травить себя. Я вам еще раз говорю, этого человека, во-первых, он мне реально нравится. У нас некоторые проблемки возникают, но, тем не менее, о чем мы сейчас будем говорить. Он все это дело восстановил. Он просто восстановил изумительное пиво. Он его, и даже водичка была прямо оттуда вот. Если вы сильно-сильно хотите посмотреть историю вопроса, вы можете залезть в интернет. То есть это в данном случае the best world beer made in Верхневуральск. То есть я еще, оказывается, по-нагрейски говорить-то умею. Вау, крутизна, да? Yes, 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 I can do it. Или просто лучшее в мире Верхневуральское пиво. Посмотрите, что там было и что там стало. Так вот, что там стало, так этого, того, что там стало, не было в природе своей. То есть выпускали один, ну, два сорта. Рижская и Жигулевская. Жигулевская сейчас сложности, потому что Самара ее выпускает, естественно. Поэтому сделано все облах. И самое забавное, человек ездил, человек посмотрел. Он демонстрирует вам то самое изумительное качество. Потому что у него отличный солод. Он работает просто безупречно красиво и ровно. Он выпускает различные сорта пива. Лучшие сорта пива, одни из самых красивейших. Да, конечно, они не стоят столько, сколько вот этот пойлок, которым вы ужираетесь, выпиваетесь, становитесь красномордами. И он такие, ну, такие мощные. Нет, конечно же. Здесь люди такими не случаются. Но оно стоит, конечно, дороже. Естественный тот самый вариант. Это пиво, но не сможет лежать столько, сколько ваше дебильное пиво, которым вы упиваетесь везде и всюду. Нет. Температура, если комнатная, то пиво закончится свое существование через 7 дней. Это пиво, путь настоящего брожения. Его немножко охлаждает до плюс 4. И поэтому, используя закон ГЕСа, оно хранится в течение месяца. И все, больше ничего здесь нет. К слову о том, где мы это можем сделать пиво. Вы не понимаете, где я нахожусь. Объясню ситуацию. Да, район Ленинский, где я сейчас нахожусь. Это небольшое мероприятие. То есть получается Шишко, потом она переходит строителей. Вот рядышком со мной проспект Карла Маркса. Чуть-чуть дальше, это, грубо говоря, 4 дома. Уже и Карла Маркса, и Ленина, естественно, сейчас будет. Ленина, Карла Маркса. Чуть-чуть дальше, через улицу Московскую. У нас город прикольный. Он такой выкинутый, красивый, ровный. И это часть Ленинского района. Комсомольская 25. Комсомольская 25. Вы уж подумайте и заходите сюда за тем, что у нас потеряно. Но оно восстановлено, потому что это самое лучшее. Верхневральское пиво. Да, господа мои, да, товарищи мои, да, друзья мои, да, горожане мои, я прошел все, что было. И не все те дети, которые сейчас от 30 лет понимают, что было в нашей сути. То есть они даже не поняли, что из Советского Союза, потому что 30 лет уже Советского Союза и не было. То есть 30 лет назад это был, грубо говоря, 93-й год. Это уже не был Советский Союз. Это уже была своеобразная Россия. А я там все это дело прочувствовал. Конечно, конечно, в своеобразную Россию я вас тоже кормил. Или вы думаете, что все было просто так? Нет, господа мои, все далеко не было просто так. Я так же занимался в ларьках, сидел. Тогда еще, тогда еще, тогда еще. Тогда еще мы вам возили то, что нам предоставляли другие страны. Это было красиво. То есть когда вам привозили качественные продукты, сделанные в Соединенных Штатах Америки. Когда вам привозили качественные продукты, произведенные в той же самой Польше. Когда вам привозили тот же самый качественный продукт, произведенный в Германии. Когда вам производили то, что надо было делать. Я не знаю, кто продавал спирт Роял. Там много было различных спиртов. Мы это тоже вам все продавали. И самое главное, что я в этом деле принимал непосредственное участие. И как бы вам сказать, что еще и после того, как... Ну, мы не будем говорить, что я много чего в этой жизни пережил. Это было красиво, ровно, красиво и замечательно. Красиво, 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 красиво и ровно, 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 ровно. И очень-очень много-много-много замечательного. То бишь на мне произошла дивная перемена Советского Союза в непонятном пришей кобыль что. О! Потому что был самый лучший год в моей жизни. Это был год 93-й, когда не было ни налогового, ничего не было. Мы спокойненько платили, спокойненько наша армия существовала. Все было нормально и ровно. А уж потом началось то, что мне сейчас, естественно, не нравится. Но, может быть, оно кому-то нравится и мне не нравится. Что сегодня и сейчас вам присутствует? Вам присутствует огромное количество различных алкогольных напитков в сетевиках, в отдельных структурах. Но возникает вопрос. Вопрос в чем? То есть раз мы научились делать государство, которое нас обманывает, и вы думаете, что человек, который работает и обманывает государство, вас не обманывает. Да ну не рассказывайте мне сказки. То есть что-то менялось. И только-только-только это дело все начиналось. Потом все это дело приобреталось большими товарищами, которые в принципе... То есть вы обратите внимание, то есть есть такая контора под названием Карлсберг. И вы думаете, что этому Карлсбергу нужны вы конкретно? Нет, ему нужен объем. А объем наворачивается достаточно легко и просто. То бишь, допустим, вы берете пиво Балтика. Или любое другое пиво. То есть для того, чтобы понять, откуда все это дело пива, возьмите очки. Ну или лупу. И посмотрите производимость, откуда они все это дело переделывают. То есть скорее всего это будут очень крупные заводы. В очень крупных заводах вы конкретно никому не нужны. Им нужна количественная тара. Чем больше продают, тем им вкуснее. И этим крупным заводам вообще фиолетово. То есть их не интересует процедура изготовления качественного напитка. Зачем? Берете растворимую вот эту хрень. Ну, с привкусом пива. Понимаете, растворимую хрень вы можете пить везде и всюду. Растворимую хрень вы пьете, когда используете Кока-Колу. Когда используете Кипси-Колу. Когда используете все то, что вам дает возможность зарабатывать на обыкновенной воде. Обыкновенную воду вам заливают туда, добавляют примочечки, газируют. И это удовольствие. Это обыкновенная сраная вода, которая стоит 0,1, вам внедряется по сумме в 200 рублей. Ну, красиво, конечно, ровно. И то же самое все конкретное пиво. Нормальных сортов пива уже нету в природе. Последние нормальные сорта пива делались в Тольятти. Ну, в смысле, в Самаре. Самара. А Самара городовка беспокойная я. Беспокойная я. Успокой ты меня. Там много интересных песен. Еще есть такая штука была. Куйбышев мой, Самара моя. Ах, я тут делал много чего видел. А и все, и все. А вот теперь благодарность тому человеку, который нам сделал Верхневральское пиво. Потому что он вернул на круги свои. Тут возникает дивный вопрос, почему это пиво выше. Потому что оно изготовлено грамотно. Так, как нужно. Для того, чтобы вы доехали на следующей неделе, мы сделаем вам материал, где я вам продемонстрирую, сколько готовится пиво. Первоначальное варенье. То есть, это минимум 7 часов. Ну, там, с примочками, естественно. С дополнениями, естественно. И потом оно еще 28 дней стоит. То есть, это настоящее пиво. А то, что вы покупаете везде и всюду, это настоящее пиво. Да на уши мне не проезжайте, пожалуйста. То, что у нас в городе Магнитогорске изготавливают, еще раз, неоднократно говорю, наша вода не предрасположена для этого. Она не предрасположена. Вы не понимаете? Вам надо понимать. Мы хотим, но наше хотение не получается. Магнитогорск никогда не готовил качественное пиво. Лучшее пиво было Верхнеуральское. Магнитогорск всегда славился своим черным хлебом. Она до сих пор так и осталась. Своей качественной водой она до сих пор так и осталась. Но за исключением того, что вот эта контора, которая нам водоканал дает, она почему-то ее не фильтрует. И особенности это все дело интересно в Ленинском уровне. Когда ваши насосы, в смысле ваши краны засоряются. Клево же. Почему нету этого дивного фильтра? Вам, наверное, бабки жалко, да? То есть, когда мне сейчас будут говорить, что мы не пьем воду, которую все время пили динозавры, я еще сильно-сильно посмеюсь, потому что это круговорот воды в природе. Тут вы даже не парите, и мозги не надо мне, никому, но и езжать, и все остановишься. Эти динозавры жили не 100 тысяч лет, а 10 тысяч лет. Ну, потому что больше я что-то очень сильно сомневаюсь, что человек столько здесь живет-то. Они миллионы лет жили, они практически миллиарды лет жили динозавры. Мы-то кто? Ну и вообще-то ничего. Понимаете? Ну, в принципе, это не... Это Господь Бог. А вы думаете, что там все по-другому? Нет, нет, нет. Там не все по-другому. Там времени нет. Это когда нам говорят день. Мы думаем, что день для нас. День для нас – это сутки. Сутки превращения нашей планеты. А там все по-другому. Он нас населил. Он дал нам возможность жить. Но мы этой возможности не пользуемся. Кроме всего, при всех богатствах выборов, которые я читал, это были и Библия, и Новый Завет, естественно, нигде никто и никогда ничего не говорил об отсутствии алкогольного опьянения. Нет. Если вы не помните, в Новом Завете Иисус Христос сделал из воды вино. Или вы о чем-то говорите. Мы не говорим, что нужно пить много. Много этого и не нужно. Потому что вы пьете качество, количество и небольшое содержание алкоголя. Небольшое. Но при всем богатстве выбора есть дивные мероприятия. Для самых тупорылых, для которых интернет рулит, бейте, пожалуйста, количество алкоголя, употребляемое для того, чтобы наша жизнь продолжалась достаточно ровно. Много там не надо. Если мы будем говорить про пиво, пиво качественное, пиво верхнеуральское, пиво изумительное, живого выражения, оно вам предлагает вариант. Вы, к слову о том, не будете так часто болеть раком. Ну, не будете, и все. Возьмите и прочитайте. Вам же не сложно. Вам не сложно. А за дивным и качественным пивом приходите на улицу Комсомольская, 25. Рядышком с троечкой. Перед нами располагается 50 лет магнитки. Труда за нами, естественно. Вот. И все. Вы приезжаете туда, куда нужно. Чуть-чуть дальше. Это у нас будет Вавилон. Везде продается это качественное пиво. Ну, а если у вас есть мозги, если вы понимаете, что вы будете продавать то и не обманывать человека, я еще раз вам говорю, никогда не обманывайте. Все у вас будет. Не быстро, не торопливо, но потихонечку, спокойненько и ровно. Вы свои деньги заработаете. И вот вам тот дивный телефон. Сейчас вам показываю. Позвонили, договорились. Подумали о том, в любом случае, если вы будете продавать не так уж и много, то, в принципе, достаточно будет обыкновенного холодильника. Ну, все это дело убрали. Ну, если два сорта будет, если три сорта, если шесть сортов, возьмите три холодильника. Туда вот четко закатятся 30-литровые, даже 50-литровые емкости. И вы уже будете с холодильника при температуре 4 градуса. Там настраиваться, никаких проблем нет. Щелкнули, все, 4 градуса. И тогда вы это пиво берете и будете работать с этим пивом не неделю, а месяц. Потому что закон ГЕСа сохраняет для вас качественный вариант изумительного и обалденительного пива. И вот ваша тема. Вот ваша тема. Поэтому по телефону позвонили, все у вас стало более-менее красиво и ровно. Никогда, никогда не обманывайте своих граждан. Моя личная, моя личная жизнь. Так мне говорить. У меня тоже чудики бывают. Ну, практически мои друзья. Один и несколько. Начинают мне втирать. Типа у вас пиво говно. Я говорю, стоит. Ну, ездил там больше, чем я по заграницам, естественно. Он говорит, вот там пиво уникальное. Я говорю, подождите, подождите. Давайте определимся, где пиво уникальное. Пиво уникальное только Верхневральское. Пиво еще Самарское. Потому что они работают для вас. То есть Самара поет немножко другой город. Там чуть-чуть больше населения, вопросов нет. А Верхневральск? Верхневраль более или менее ориентирован на город Магнитогорск и окрестности. И, в принципе, мы можем кое-что продавать. А может быть, при большом желании будем продавать все это дело на Челябинскую область. То есть там мощностей хватает. То есть это пиво современное, сделанное своими руками. А какое пиво вы там пьете? Во, во, сейчас я ему просто шипс дано. То есть он говорит, что где-то на Дьюти-фри вы покупаете свежак. Бред. На Дьюти-фри свежака нету в природе своей пиво вообще как такового. Потому что там все это пастеризованное. Еще раз вам буду говорить, что пиво это продукт натурального брожения. Если его нагреть до определенной температуры, дрожит там завершаться. Останется только привкус, который вы можете разбавить определенными примочками. Типа вкусовые модификаторы. И чтобы это пиво более-менее на пиво походило. И вам это дело нравится. Еще раз не буду останавливаться. Сколько у меня речи-то хватит. Потому что следующее пиво... Ох! Не хватило речи. Да-да-да, не хватило речи. Еще следующее пиво, которое вам поставляется в дивных поисках, сетевых точках. Это отдельная тема. Там полная, бредятельно однозначно. Есть еще такие товарищи, которые... Вот, мы сейчас привезем пиво из Германии. Вау! Вы будете пивать чисто германское. Я говорю, ребятишки, посмотрите, пожалуйста, дату изготовления этого пивного напитка. Если это пиво было пастеризованное, выкидываете его нахрен, даже невзирая на всякие примочки. А, клево, да? Потому что я это дело знаю. А вы этого дела не знаете. Ну, так посмотрите мой сюжет. И подумайте о том, какое пиво вы сейчас будете пить. Да где вы будете это пиво пить? Пиво, которое работает для вас. Почему я говорю, что Магнитогорское это в топе? В смысле, Верхневральское это в топе. Магнитогорское это только предчастие Верхневральского пива. Потому что на этом Верхневральском пиве теперь ручник взяли и опустили. Мы не на ручнике. Мы вам говорим, что в данной конкретной структуре для вас выпускается порядка шести сортов различного пива. А, клево. Я не буду говорить, что в Магнитогорске нет различных пивоварен. Может быть, они и есть, но они выпускают один сорт пива. Здесь сразу несколько. Причем это пиво именно разных сортовых категорий, разных стран, разных стран. То есть чешское, как в Чехии. Немецкое, как в Германии. Да, 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 да. Там еще есть из разряда кельтов. Вот это все тамошние сорта пива. Местное пиво. Их тут тоже несколько сортов. Верхневральское. Это где? Верхневральское. Ячменное. Есть еще такое под названием пшеничное пиво. А есть еще из разряда того, что мы почему-то просрали. Не хотелось бы, понимаете. Рижское пиво тоже было всегда вкусным. Вот вам шесть сортов пива, которые для вас производятся. Вы не понимаете суть событий. Сейчас объясню. Все это, естественно, разное. Потому что был человек, который ездил. Там, 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 там пиво пиво. И вот оно. Чешское оно такое же, как в Чехии. Немецкое оно такое же, как в Германии. Естественно, кельтское, это то же самое, что вы пьете в Великобритании. А вот остальные сорта, то есть Гиннес, то есть тот сорт, вы не сможете пить, потому что у него большая горечь. Тут не совсем горечь. Это даже не горечь. Это, как вам сказать, горький продукт вы не сможете есть. Понимаете? Это слегонцухи такая горчиночка. Слегонца она такая. Чуть-чуть, чуть-чуть, и она вам дает возможность ощущать немножко другой вкус. И все пиво здесь новое, свежее, красивое. И вы даже не думайте о том, что здесь вы будете упиваться, как дебилы. Такого не существует в природе своей. Потому что здесь все работает именно для вас. Вы берете то, что вам нужно, и это то, что вам нужно, для вас и работает. Но никаких проблем для вас не может быть в природе своей. Просто пейте вкусный, ароматный, индивидуальный сорт, который вам предлагает третье подразделение. На первом мы были, Комсомольская 25. Потом мы приехали на улицу Труда, чуть-чуть выше, пересечения с Советской. То есть там мы были. А сегодня уже финал. Прямо вот здесь вы можете не только попить пиво, вы можете просто спокойненько отдохнуть.